здравствуйте мои дорогие снова рада видеть вас на своем канале девочки подписывайтесь ставьте лайки вам не сложно мне приятно но у нас сегодня новый урок итак поехали ну а мы сегодня будем работать в технике ковырялок я нашла у себя в запасниках очень очень густую базу для гель лаков ту базу которой выравнивание делать неудобно потому что она слишком густая но и в то же время ее куда-то нужно деть вот дети и в этой технике просто замечательно и так эту густую базу для гель лака я смешала с гелевой белой красочкой до получения вот такой вот молочной массы и очень тоненько продирающий наношу ее на ноготочек ну а теперь начинаю расчищать свой замес и получать дизайн ногтей девчоночки смотрите здесь я видео совершенно не ускоряла то есть все движения вы видите в живую обратите внимание на то как работает кисточка посмотрите где я веду только кончиком где я разжимаю кисть где я ее поворачиваю вот это вот все поможет вам во первых в таких дизайнах ну и в то же время вот такие отработанные движения кисти очень сильно помогают при создании мазковых техник то есть если вы заходите рисовать мазковые цветочки то вам надо вот так вот уметь контролировать кисточку ну а мы прочистили первый слой своего дизайна и обязательно его просушили сверху еще слоем точно также продирающими движениями мы наносим еще слой замеса и точно такими же вычищающими мазками прочищаем второй слой дизайна смотрите девочки здесь самое главное не дублировать предыдущие элементы а разрезать их совершенно в противоположных направлениях именно вот эти вот второй слой он добавит нам глубины и объемности нашему дизайну ногтей где-то между элементами оставляем очень тоненькое расстояние наш вот этот вот белый гель собирается в очень тонкие полоски и добавляет нам нежности где-то оставляем крупные какие-то заполненные элементы то есть это абстракции девочки мы здесь играем как бы мы это не сделали это все равно будет красиво хотим делаем это изогнутыми линиями хотим режем под какими-то углами хотим просто клетку выковыривали просто какие-то полосочки то есть здесь тот дизайн в котором стоит подумать и выдумать что-то оригинальное эта техника позволяет с собой играться смотрите девочки после того как я просушила второй слой я сняла липкость почему я это сделала не для того чтобы мне мешал липкий слой а потому что я дополнительно обезжиривателем убрала вот тот вот пигмент который остался размазанным на моих элементах то есть те тот гель который очень очень тоненько высох он превратился в липкость и если я его снимаю я снимаю и размазанный белый и липкий слой соответственно элементы у меня получаются намного чище ну и приступаем непосредственно прорисовочки опять же элементы прорисовки придумываем на ходу элементами мы режем наш основной дизайн мы не подчеркиваем не дублируем а разрезаем и перекрываем нашу прорисовочку еще слоем финиша опять же девочки для создания дополнительной глубины дизайна если вам не хочется если вам на этом этапе уже все нравится то можно остановиться можно не продолжать ну а я перекрыла финишем его просушила и добавляю еще слой черной прорисовки опять же разрезая весь мой предыдущий дизайн ногтей девочки напишите мне пожалуйста в комментариях вам удобно смотреть вот так вот медленно потому что мне кажется когда слишком медленно это ну очень скучно очень грустно и очень противно мне стоит это все ускорять или все-таки вам вот этот вот формат очень удобен и вам нравится хотя обратите внимание здесь в этом ролике два дизайна на типсиках совершенно разных вырезала я отсюда только те моменты когда я сушила типсик в лампе когда у меня не было вообще ничего в кадре когда типсик в лампе сушился и даже с этим у меня получилось 10 минут на два типса то есть дизайн на ногтях на руках клиента будет делаться очень быстро и очень просто но при этом выглядит просто потрясающе но мы добавляем слой черной прорисовки почему черный потому что это контрастный цвет к белому белая прорисовка у нас есть белые завитки на фоне у нас уже есть и добавляя вот этот вот черный контрастный цвет мы опять же добиваемся более яркого ощущения дизайна и в то же время вносим в него такую нотку готичности но мне например такой вариант понравился а вам понравился ну а теперь все тоже самое второй раз смотрите девочки в первом варианте я взяла типсик на котором был натерт у меня майский жук да ну я надеюсь все поняли и объяснять как это натирать куда это запечатывать как это все делать не нужно никому если вдруг кому-то нужно объяснить пишите в комментариях объясню на втором типсике у меня было покрытие кошачий глаз но опять же плит был сделан не один ровный а фигурный плит круглым магнитом то есть эти типсики у меня давным-давно валялись покрывала я их вот не для этого дизайна они у меня были просто покрыты поэтому я их ухватила и начала на них рисовать ну и собственно говоря на кошачьем глазе мы точно также в той же последовательности делаемся те же самые шаги следим за теми же самыми элементами единственное что располагаем все элементы по другому то есть берем совершенно другие элементы и по-другому их раскидываем получаем совершенно другой не похожий на предыдущий результат и если в первом варианте я на обоих слоях крутила всякие разные вензелюшки то здесь на втором слое я оставила просто ровные полоски девчонки посмотрите как здорово смотрится это просто что-то невероятное вот эти вот полоски они вроде бы и грубые да они широкие но в то же время вот эти вот нежные нежные нижние завиточки добавляют легкости и плавности в этот дизайн ну а дальше все тоже самое просушили второй слой обезжиривателем убрали весь размазанный белый пигмент девчоночки обратите внимание это важно и действительно вот так вот намного чище дизайн получается поэтому обезжирили поверхность наносим финиш и приступаем к прорисовочке прорисовочку опять же выдумываем на ходу какая в голове прорисовка у нас есть ту и рисуем и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...